Это ДТП случилось 8 сентября 2012 года, когда 11-летний Денис Воробьев возвращался из школы. На пешеходном переходе его сбил Мерседес, за рулем которого был священник. По маршала Жукова двигался автомобиль Мерседес, водитель которого произвел наезд на перекрестке на мальчика 11 лет, который пересекал прежнюю часть дороги на разрешающий зеленый сигнал светофор. В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения, был доставлен в больницу. Через несколько дней мальчик ушел из жизни. Когда об этом узнала классный руководитель школьника, у нее случился инфаркт, женщина также умерла. Она очень близко к сердцу приняла эту трагедию. Она ежедневно посещала больницу, так как она, конечно же, была нездорова. У нее все время было повышенное давление, больное сердце. И когда она узнала в четверг, что ребенок умер, как раз ровно, вот только умер он без четверти семь, и она как раз приехала к нему. И когда родители сообщили, естественно, сердце ее не выдержало. И она тоже буквально через час, приехав домой, умерла прямо возле дома. Следствие, а затем и суд, длились почти полгода. Родители погибшего говорят, священник во время процесса вел себя нагло. Сам виновник ДТП на камеру утверждал другое. Да, я просил прощения в семье. Как бы сожалею, что так все произошло. Вы раскаиваетесь в ситуации? Ну, в духовном? В духовном, как бы, очень неприятно, как бы, и что так все произошло и случилось, как бы, это в действительности большая беда, потому что погибший Денис, как бы, это ребенок, и у него была вся жизнь впереди. И вот результат. На днях суд признал священника виновным и назначил наказание. Семь лет тюрьмы. Защита Дмитрия Боровика считает такое наказание слишком суровым. Теперь его адвокат готовит апелляцию. Мы считаем приговор неоправданно жестким, потому что дана практически максимальная санкция. И при отсутствии реально отягчащих обстоятельств, что давать тому, кто, допустим, был пьяный за рулем, кто скрылся, усиливать больше некуда. Хотя, я понимаю, конечно, потерпевшего, которого бы хотели, наверное, и выше, чем максимальная санкция по делу. Но это их человеческое право. Юридический приговор считают чрезмерно сильным, даже по практике применения этой статьи. В свою очередь, родственники погибшего говорят, что реальный, а не условный срок за ДТП со смертельным исходом – это нормальная юридическая практика. Но люди также не удовлетворены приговором. Они будут подавать апелляцию с требованием назначить максимальный за это преступление срок наказания – 8 лет. В интернете началась массированная атака на судью, на нас, на нашего адвоката в связи с тем, что якобы это очень суровый приговор и за такие преступления такие сроки не полагаются. Вот у нас подборка дел, в которых вынесены приговоры 4, 5, 6, 7, 8 лет и больше за ДТП со смертельным исходом. Точно такой же, грубо говоря, ситуации. Мы считаем этот приговор мягким и тоже будем подавать в апелляцию. Потому что этот человек унес не только жизнь нашего сына, но и жизнь его преподавателя, классного руководителя. В защите священника есть несколько недель на то, чтобы обжаловать приговор. Сейчас Дмитрий Боровик находится на свободе. Он выпущен под залог 25 тысяч гривен. Руслан Смещук, Константин Длужневский, телекомпания АТВ.